Естественность в поэзии Естественность в поэзии Но о чём говорит этот процесс? О том, что первая строка не имела продолжения на бумаге, и все мысли, что шли невольно следом за ней, автор отвергал. Это значит, что первое стихотворение осталось только в первой строке, а остальные строки как бы исчезли навсегда где-то в голове автора. Но иногда может быть две строки. Так или иначе у меня ощущение, что раза 4-5 автор начинал и не продолжал, отвергая естественный поток мыслей. Это значит, что перед нами 4-5 незавершённых стихотворений. Какова же моя основная мысль? Что не надо вмешиваться в поэтический процесс, и поток мыслей после первой строки должен приземлиться на бумагу. По моей мысли, писание стихов – это природный процесс, как дождь или туман, или радуга, поэтому стихи в мире такие разные, и не стоит вмешиваться в этот процесс. Я предпочитаю естественный рост и рождение, произведение без его обкорнания, редактирование, как английский парк, с шарообразными или прямоугольными формами. Эти фокусы отнимают естественную красоту и родившихся растений, и гармонии между ними, и естественное стихотворение, и гармонии взаимоотношения частей внутри стиха. Вспомним, что Пушкин говорил, что стихи надо судить не по отдельной красоте строки, не по отдельному выражению, а по взаимоотношению частей. Ещё когда Гоголь был ребёнком, он говорил садовнику «Не сажайте вы деревья, как солдат новобранцев, полинейки, а сажайте вот так, бросив горсть камушков, как они упадут». То же и в литературе. Есть ли альтернативные и другие пути? В то же время, наверное, есть неплохие поэты, что редактируют до бесконечности свои тексты, чего делать не стоит, с точки зрения Пушкина. Я никогда не мог ничего у себя исправить, то есть доверял тому внутреннему процессу, что происходило, когда сами стихи текли. Минута, и стихи свободно потекли. Может быть, в самом начале у этих людей, которые редактируют, всё это едино. И рождение, и редактирование, и тогда это оправданно. То есть редактирование, у них поиск естественности, который бывает без редактирования. Если он начинает со штампа, то естественно, что он штамп пытается уничтожить и искать более естественное выражение. То есть невольно потому что на ощупь путь к естественности. И называют это шлифованием стиха. Или, как Маяковский говорил, что надо переработать тонну словесной руды. Тоже и с черновиками Пушкина. Когда мне в полемике возражают, что Пушкин обманщик и редактировал свои стихи. Посмотрите, мол, на его рукописи исчерканные. Но ведь есть неисчерканные, наверное, их, наверное, больше. И главное, надо понять, зачем он чиркал. Может, как раз искал первый, естественный, невольно родившийся вариант, который, торопясь, заменил на более удачный, как ему показалось. А потом понял, что первый, на первый взгляд, невзрачный, всё-таки более драгоценный. Так как более точный и глубокий. Или забавный. Или ещё чего-нибудь.